Здравствуйте, уважаемые зрители! Если плата, которая вам нужна, не подержится в платформе, то это многих может поставить тупик, хотя на самом деле добавление ее не такая большая проблема. Ну, самый простой путь – это, конечно, выбрать плату аналогичными характеристиками другого наименования, но не всегда это, возможно, не всегда это удобно. Ну, я сейчас покажу, как это добавить в свои платы. Итак, вот мы видим Helltec Wireless Stick Lite. Это плата про лора, конечно, больше, но не важно. Если мы попытаемся создать новый проект в платформе, так, это мы выбросим вниз, и посмотрим, что мы можем выбрать в качестве плат. То по Helltec мы видим Wireless Stick большой, но это не Lite. Вот, если мы его выберем, то это будет выбрана плата с 8 мегабайтами флэша вместо 4-х, с OLED-экраном, и еще там какая-то ерунда, которая будет разная. Вот, это нам неприемлемо. Но использовать как бы готовую уже заготовку для стика мы, в общем-то, и будем. Итак, давайте посмотрим, что нужно сделать. Открываем проводник. Идем в мой компьютер, в дисце пользователя. Находим свой профиль. Дальше вы должны в меню Вид параметры Включить Обязательно Значит, что там у нас? Показывают скрытые файлы по акте диски. Потому что интересующий вас каталог называется Точка платформе и, в общем-то, он не будет у вас, по-моему, виден по умолчанию. А, может и будет, но не важно. Идем в него. Это каталог, куда платформе установил все свои пакеты, платформы и так далее. Первое, что нам нужно сделать, это зайти в каталог платформ, где хранятся платформы, установленные вами. Ну, у меня это AVR ESP826632. Ну, то есть, наш клиент ESP32. Дальше в каталоге Boards лежат JSON-файлы, которые содержат в себе темплейты плат. Ну, и вот Wireless Helltec Wireless Stick он тут есть. Я его копирую, вставляю, переименовываю уникальное имя. Ну, в моем случае все просто. Light. Осталось его отредактировать. Открываем его, ну, например, Cloud Notepad Plus Plus в удобном редакторе. Вот. Значит, так, смотрим. Вот. Здесь есть partition. 8 мегабайт, поскольку это другое. Значит так, нас интересует флаг, который выставляется как имя платы. в принципе, его, наверное, не обязательно даже менять, если вы в них где не используете. Но на всякий случай мы тоже его поменяем. Самое важное это имя варианта. Оно должно быть тоже уникальным и оно точно у нас отличается. Мы его тоже добавляем. Имя платы, чтобы при выборе мы видели, что это. Flash Size у нас в данном случае 4 мегабайта. Вот Maxim Size другой. Так, ну и можно даже как бы поменять URL. Предварительно его надо найти. Но на самом деле я знаю, что он такой. Так, значит, что у нас, в чем у нас проблема? 8 мегабайт. А у нас 4. Надо найти какую-нибудь плату, у которой 4 мегабайта флеша и в ней посмотреть, как параметры устроены. Ну вот, есть P32DF, обычная девелопер-плата, да? Мы ее можем взять за основу. Так. Flash Size 4. Вот Maximum Size такой. И Partition нет вообще. Поэтому вполне себе должно все работать. Давайте так и сделаем. Поменяем Maximum Size. Так. И уберем Partition вообще. Так, режим Dio. все остальное в норме. Сохраняем это дело, но это только первый шаг. Значит так, шаг номер 2. Возвращаемся в проводник. как плата, она уже появится, но не будет файла Variants.h, в котором содержится распиновка. Выходим на уровень точка платформе, идем в пакеты Packages. Здесь установлены пакеты. Нас интересует пакет с именем Framework минус Arduino Espressif 32. Это аналог того, что Arduino IDE ставит. поддержка ESP-80266, ESP-32, EWR для среды. Обычно в IDE нужно было board.txt портить и Variants тоже. Наш клиент Variants. Так, значит, у нас есть каталог Helltec Wireless Stick. В нем лежит pins Arduino H файл. Нам нужно его тоже скопировать, ставить, переименовать. Имя каталога должно совпадать с тем, что мы указали в Variants. И теперь надо поправить сам H-файл, если он отличается. А он, в общем-то, у нас отличается. Для этого мы в интернете находим информацию по плате, которая нужна. Вот. Идем в ее распиновку. Ну и соответственно, я должен сейчас буду найти разницу. Так, Variant Stick Light определяем. Дисплея у нас нету. Встроенный светодиод на 25-ом пене все так же. Кнопка на 0-ом, TXRX это все одинаково. Так. Вот, RST, OLED, SCLS, да, их у нас нету. LARA 14-ая. Так, смотрим. LARA RST 14, DIO 26-ой, ну, DIO 0 точнее. Так, 1-2 это 35-34. Так, 26-35-34. Все, в общем-то, больше никакой разницы нет. То есть, мы только, в общем-то, удалили кое-что, ничего править нам не пришлось. Сохраняем, закрываем. Ну, собственно говоря, все. Давайте, в школе мы находимся в вариантах. Исправим еще одну как бы небольшую несправедливость. Есть плата TTGO, LARA, V1 и V2. При этом V2 плата заведена в платформах. Мы это можем увидеть. если зайдем в Wards увидим TTGO LARA, V2. Она ссылается на вариант TTGO LARA, V2 тоже. Как бы все в ней вроде нормально. Проблема в том, что вариант они не завезли. Но, как бы, мы уже видели, как это сделать. Идем в пакеты. Поддержка Arduino для 32. Варианты. У нас есть LARA V1. Копируем. Вставляем. Переименовываем. Открываем редактирование. Ну, и тут вот разницу я тут нашел распиновку. Поглядим. может что-нибудь сходу найдется. Так. 5, 19, 27, 18, 14, 26. LARA 27, 19, 18, 26, 5. Так, совпадает. LED built-in. Это вопрос. Я, честно сказать, не помню. Ну, короче, надо изучать эту историю конкретно с этой платой. Возможно, он и не на двойке. Поскольку двойка тут вообще. А, нет, двойка выведена. Вот. Но это можно уточнить и как раз поправить после этого. Так, ну, кнопка у нас на нуле. Ну, собственно, все. Да. Ничего лишнего нет. Вот. Тоже, как бы, сохраняем, выходим. Вот. Собственно говоря, все. Теперь, смотрите, делаем новый проект. Выбираем в платах на Helltech. Ага. Понимаем, что вижу в студия код перезапустить. Создаем новый проект. Идем в выбор плат. Выбираем Helltech и видим, что у нас есть Sticklight. и давайте, чтобы уж вы убедились, что это все работает, я примерчик для нее набросаю. Да, никто нам не мешал платформе UINI портить руками все конфигурации, которые отличаются. Но мы, в общем-то, сделали это один раз, не всегда. На этой плате встроенный свет идет стоит на 25-ом пене. Он удобен тем, это очень очень грамотный выбор, потому что 25-26 пены подключены к DAC цифроаналоговому преобразователю первому каналу 25-ой, 26-ой на втором канале. Это, во-первых, то есть, мигать можно светодиодом старовальным не только с помощью цифрового использования как GPO обычного, но и как, понятное дело, PWM, но и в том числе как DAC, и что еще очень важно, это 25-ой, 26-ой пены, они имеют РТЦ, в смысле, имеют возможность работать в режиме глубоко сна, когда работает только ULP процессор, так что их можно вполне светодиодом мигать, в том числе и программы ULP. Поэтому это очень грамотный подход, к сожалению, большинство авторов плат почему-то разводят какие-то там готовые интерфейсы, 21-ой любят ногу от стандартной как бы I2C аппаратной реализации. Да, конечно, у нас есть P32, и можно куда угодно матрицей перенести интерфейсы, но это все равно как бы. Итак, ладно, поехали. Создадим задачу миганит светодиодом. Если она не удалось ее создать, мы выведем на экран и уйдем в глубокий сон навсегда. В ULP у нас ничего нет, поэтому мы удаляем встроенную задачу для ULP. А задача Blink она у нас использует DAC, при том можно использовать Arduino DAC-Rate, прям одна команда, но я использовал стандартные SDK. Таким образом пришлось подключить две библиотеки, точнее DAC, а GPOH пришлось подключить из зоотипов. DAC-Output-Enable открываем первый канал, это 25-я нога, и DAC-Output-Voltage первому каналу выводим любое значение от 0 до 255, которое 0 соответствует 0 вольт, 255 соответствует 3,3 вольта. Ну и сам код тут просто некую подобие синусоиды рисует. И ждем мы, поскольку у нас 9 уникальных значений, 111 мс, это значит примерно в районе секунды будет. Ну собственно все. TASC-Rate запустит задачу, и она будет молотить сама по себе. Давайте подключаем плату, заливаем все это и смотрим на результат. Так, вот он встроенный светодиод. Не знаю, видно вам или нет. Вот, но он дышит и использован не ПВМ, а цифроаналоговый преобразователь. Ну собственно все. Это все, что я хотел вам сказать. Надеюсь, это было интересно и полезно. В ближайшее время я хотел бы снять видео по ESP32 быстрый старт, который покажет в общем-то все основные вещи, типа вот задач, как здесь была использована, очередей, семафоров, мьютексов, чтобы действительно просто все собрать в одном месте и быстро как бы кто-то, кто боится подойти к ESP32 нормально, чтобы он мог это сделать. Ну, не знаю, как получится, времени, к сожалению, нет, я сейчас в отпуске и у меня есть чем заняться по халтурам, хвостов набралось. вот. Хочу поблагодарить тех, кто читает, что под видео написано не писать всякую ерунду, вы мне очень помогли, правда, тупой YouTube использует комментарии, как, точнее, количество комментариев, как критерий быстроты продвижения ролика, но мне, в общем-то, новые подписчики нафиг не нужны и так далее, поэтому мне покой куда более приятен. Вот, я надеюсь, что в будущем вы также воздержитесь от всякого идиотизма в комментариях и тупых вопросах, которые вы можете найти ответ на них сами. Всем желаю творческих успехов, всем здоровья в наше трудное время, берегите себя, до свидания, до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...